Люди увидели видео, где мы сидим вместе, и один из братьев читает нашит, и они сказали, это и есть маулит. Что вы можете сказать относительно этого шейх? А затем, прежде всего мы скажем, что заявление этих людей о том, что якобы это собрание произошло по случаю моего дня рождения, является ложным. Ибо мой день рождения 10-го числа месяца Сафар, то есть во втором месяце, но никак не в месяце Ар-Рабиа. Поэтому между этими датами нет ничего общего. Это во-первых. Во-вторых, маулит, от которого мы предостерегаем и о котором говорим, что он не имеет никакого отношения к шариату Аллаха, субханаху ва-та'аля, и что наш посланник, салаллаху алейхи ва салям, не практиковал его, и также его не праздновали сподвижники, под ним мы подразумеваем общеизвестный среди людей маулит, а это когда празднуют день рождения пророка, салаллаху алейхи ва салям. Это происходит 12-го числа месяца Рабиа'у ауаль каждый год, когда многие люди празднуют день рождения пророка, салаллаху алейхи ва салям. Они устраивают в этот день празднество, поют нашиты и песни, тем самым возвеличивая этот день. Это и есть тот маулит, который мы запрещаем и о котором мы говорим, что он является нововведением. Также, если человек сделает день рождения какого-то влиятельного человека или правителя или ученого ежегодным праздником, и станет справлять его каждый раз, то мы скажем, что это также не является дозволенным. То есть, это не ограничивается только маулитом пророка, салаллаху алейхи ва салям. Напротив, любой, кто будет ежегодно справлять свой день рождения, возвеличивать его, то относительно этого мы скажем, что это не дозволено. Ведь когда он постоянно повторяет празднество в этот день и возвеличивает его, это делает из него праздник, Аид. Поэтому смысл запрета не заключается лишь в собрании. Однако подразумевается то, когда люди собираются и отмечают тот или иной день, возвеличивая его и делая его постоянным праздником, то есть Аидом. Таким образом, если в отношении какого-либо дня собралось несколько признаков, а это выделение определенного дня, его постоянное празднование и возвеличивание, то этот день становится Аидом. Это именно то, что мы подразумевали. А что касается того, когда собираются люди, подобно тому, что имело место быть у нас, когда братья собрались для получения знания и поминания Аллаха, чтения Корана и жизнеописания пророка, салаллаху алейхи ва салям, после чего один из них продекламировал нашит, то в этом нет никаких проблем. Во-первых, никто не выделял для этого определенный день. Мы не выбирали именно этот день, однако это была случайная дата. Во-вторых, этот день не повторяется каждый год. То есть мы не собираемся в этом месте и в этот день каждый год, чтобы читать нашиды и совершать другие дела. Поэтому в этом нет ничего, к чему могли бы придраться эти невежды. Тот, кто аргументирует подобными собраниями на дозволенность празднования Маулида и говорит, что мы порицаем их, а сами совершаем то же самое, этот человек либо невежда, либо глупец, который не соображает, либо он человек, следующий своим прихотям и желающий посеять смуту среди своих последователей. Это указывает на несостоятельность его аргументации. То есть у него не осталось никаких доводов, и поэтому он цепляется за подобные смешные ситуации. Как ты можешь аргументировать тем, что кто-то продекламировал нашид на то, что это собрание считается празднованием Маулида? Где ты видишь празднование? Где возвеличивание? Где систематическое повторение? Во-вторых, брат на видео декламирует нашид, который никак не связан с днем рождения кого бы то ни было. Он, как мне сказали братья, читал нашид, в котором присутствует пробуждение к тому, чтобы мы держались правильной акиды и придерживались установления ислама. Поэтому какая тут связь с Маулидом? Также я хочу указать тут на важный момент. Человек, который аргументирует подобными вещами, считает своих последователей легкомысленными глупцами, как сказано в Коране, он, то есть фараон, посчитал свой народ легкомысленными, и они подчинились ему. Поэтому мы скажем этим людям, которые слушают подобных проповедников, где ваш разум, когда вы слушаете подобных людей, которые бросают вам эти глупые выдумки, а вы верите во все это? Если бы они не полагали, что вы примете от них все подряд, то они не сказали бы подобного. Потому что человек, который знает о своих последователях и соратниках, что они разумные и сообразительные люди, и что они различают правильное от неправильного и сильное мнение от слабого, то он не будет говорить им подобные слова. Он будет очень осторожным и точным в своих выражениях, так как знает, что найдется тот, кто ему скажет «ты лжешь». Поэтому, если он говорит подобные вещи и приводит вам подобную нелепую и глупую аргументацию, то он считает вас глупцами. Что же касается нас, то мы не обращаем на них никакого внимания. Мы лишь снеемся над подобными лжеаргументами. Однако они делают акцент на вас, о мусульмане. Так как вы можете верить таким людям? Ведь вы заявляете, что любите Аллаха и его посланника, салаллаху алейхи ва салям. Как вы можете доверять свои умы подобным людям? Это положение, подобно положению тех, про кого Всевышний Аллах сказал, он посчитал свой народ легкомысленными, и они подчинились ему. Когда разумные люди приводят какую-либо аргументацию, то они приводят такие доводы, в которых есть смысл и которые нуждаются в ответе. Что же касается лжедовода, который привели эти люди, то оно просто смешное. В чем заключается аргументация на дозволенность празднования Маулида, опираясь на наше с братьями собрание? Где мы там праздновали Маулид? Наше собрание не имело никакого отношения к Маулиду. Оно произошло в случайно выбранном нами дне, без намерения как-то выделить его. Мы собрались для того, чтобы прочитать книгу по Ахиде. И после урока один из братьев прочитал Нашид, а другие слушали его. Так где же здесь Маулид? Разве мы выделяем, празднуем и возвеличиваем этот день? Это, как я уже упоминал, не что иное, как слабоумие того, кто распространяет подобное сомнение. А также указывает на то, что он считает слабоумными тех, кто его слушает. Он сам является глупцом, и также считает глупцами своих последователей и принижает их умы.